Всем привет! Ну что, покажу я вам свой рашфор. Как-то так у меня в этом году не получается до конца доделать спалеру. Но когда уже виноград попер, то, естественно, тут уже ничего и не сделаешь. Уже ждем осени, чтобы доделать все. Помните, я вам показывала, что на этом рашфоре самый больше всех разыгрался антракноз. Он побил мне просто все лозы, они были все в язвах. И сейчас я вам покажу, на каком этапе у меня этот кустик, что у меня с ним получилось, получилось ли у меня избавиться от этого антракноза. Ну и вообще, как говорится, можно ли победить этот антракноз и спасти куст. Вот, смотрите, очень много ягодок я удалила, потому что здесь появились черные точечки. Очень много лозы я удалила, которая была пострадавшая. Вот, ну она еще, вот видите, немножко видно, что-то я оставила. Но все равно это все удалится, но прижглось. Вот вам ранки какие после антракноза. Вот небольшая маленькая лоза, на ней, видите, даже груздочка появилась. Ну я оставила. Внизу все удалила. Кстати, вот тоже, видите, вот лоза немного такая некрасивая, но более-менее. Здесь я удалила те старые страшные веточки. А вот вам тоже еще последствия. Вот это все прижглось. По-хорошему бы надо было бы это, наверное, удалить. Но я пока оставила, надо все-таки изучать эту болезнь и понимать, что же будет потом. Вверху, вот видите, лозы хорошие, чистые пошли. Вот, длинненькие. Все хорошо. А внизу, вот там, где был антракноз месяц назад, да, вот оно, ранки эти остались. Ну а так самое-таки страшное я поудаляла. Вот, кстати, тоже поздно двинулись вот эти вот почки. Но это я отношу к тому, что в прошлом году у меня лоза очень плохо вызрела. Тоже, смотрите, очень много поудаляла ягодок, потому что на них появились черные точки. Сейчас я вам на другом, на другой грозе покажу. Вот, здесь, кстати, у меня даже там с этой стороны получилось, что растет божена. Божене три года или уже четвертый даже пошел. И она никак не хочет расти. Вот просто в этом году, в прошлом году кое-как помогла ей созреть лозу. И в этом году, надеюсь, хотя бы две лозы будет. К чему я это отношу? Отношу опять к тому, что здесь очень плохая земля. Здесь привозной песок, здесь дерн. Здесь не хватало влаги, потому что, казалось бы, мы вроде бы полили. Но на самом деле, когда я подкопала землю, то там земля была просто сухая. Это одна из причин, по которой я не понимала, почему не растет моя божена. Ей нужна была подконка, потому что земля пустая, чистый песок, голый песок. Пока я не стала ее в прошлом году поливать, 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 она не начала расти. Так, ну вот здесь у меня хорошая, конечно, гроздочка. Вот она. Это рашфор. В этом году, в прошлом году я кое-как добилась сигналку, по крайней мере, увидела пару ягодок. А в этом году он трошки завязал. Но если бы не этот антракнос, то, я думаю, был бы хороший урожай. И вот, смотрите, вот такая вот ягодка вся очень много удалила и вот тоже загорошился. Ну да и ради бога, главное, чтобы выжил этот куст. Очень вкусная ягода у него. Но хочу сказать, что вчера я тоже обработала его от этих вот черных точечек препаратом Скор. Посмотрим. Удалила все, почти все, вот где-то проворонила. Но в основном удалила все такие вот ягодки. И посмотрю через недельку, как он у меня будет расти после обработки. Будут ли появляться вот эти новые очаги или не будут. Потому что я уж честно не знаю, даже чем уже и обработать. А вот сигналка получается божены. Тоже, видите, вот тоже есть ягодка. Но это я отношу к тому, что она в тени. Ну и досталось ей тоже антракноза этого, потому что кусты рядышком друг с другом. Вот это первый мой урожай. Вот смотрите, сколько я общипала тоже всего. Вот лозы слабенькие. Ну здесь есть и длинная лоза. Длинная есть, просто ее уже как бы не покажешь. Так, вот тоже божена. И вот видите, да, тоже ягодка опять обработала вчера. Не знаю, получится что-нибудь сохранить, не получится. Но боремся, боремся, учимся. Более опытные виноградари, они более опытные. Ну а мы учимся. Плюс к тому, что, насколько я понимаю, действительно, как многие рассказывают, в каждом регионе свой препарат действует по-своему. Потому что нужно понимать, какой у вас климат, какая у вас действительно болезнь. Болезни бывают очень схожие. Вот, например, тот же антракноз. Антракноз я попутала пару раз, даже не с антракнозом. Антракноз, он выедает лозы. Он, у него язвочки, вот, которые я вам показывала. А есть похожая болезнь. Ну, я вам не буду сейчас умничать и говорить, потому что толком еще не знаю. Но другая болезнь, она очень похожа на антракноз. Но она не делает вот эти язвочки, а просто у нее вот почернения идут вверху, там листики скручиваются. И это, мне кажется, немножко другое. Вот, и антракноз, он появляется ранее, ну, раньше, а уже попозже, когда вот такие вот уже, ну, более грубые, скажем, веточки, то на них что-то другое. Там уже не антракноз, там что-то другое. По крайней мере, вот, сколько я наблюдала за виноградом 3 года, то, да, в каждом регионе болезнь играет по-своему. И нужно научиться обрабатывать именно у себя в огороде. Вот. Ну, посмотрим, как после обработки этой, после скорой. Вот, а вот, кстати, видно, да? Вот, смотрите, какие страшные ягодки. Я вам так вот покажу. Вот они, видите? Вот так вот такие вот ягодки я все удалила. И вот это тоже надо удалить. Жалко вам не предать, как жалко. Потому что это первый мой урожай. Это, ой, это просто вот. Тише думаешь, ну, как же, как же научиться? Как же вот не допускать вот этого всего? Столько обработок. Кстати, недавно увидела на одном канале. Виноград в Минске, по-моему. Девушка рассказывала про способ обработки сенной. Сенной, короче. Ну, я бы сказала, что это сенная подкормка, потому что там замачивалась трава, добавлялась крупа. Ждалось, когда оно все начнет там покрываться какой-то плесенью. Мохом, вернее. И потом это все разводилось. И этой жидкостью поливали свои кусты. Типа оно хорошо помогает от оидиума и таких вот грибковых заболеваний. И мне этот способ понравился тем, что это не химия. Поэтому я им обязательно воспользуюсь. И потом расскажу свой опыт. Потому что меня эта химия просто вот мучаешься. Вот я даже обрабатывала этим скором. И думаю, хоть бы мои дети не хватанули вот эту вот ягодку. Вот. Ну, в принципе, кустик отошел. Я думаю, что можно будет из него потом найти пару хороших лос оставить. Вот. Даже несмотря на то, что он вот так вот сильно пострадал. Вот. Вот смотрите. Здесь вообще он все вскубла, гроздь. Ну, посмотрим. Посмотрим, что получится. Но сорт действительно хороший. За него буду бороться. Потому что ягода... На удивление, я люблю светлую ягоду. Но Рошфор темная. И на удивление мне этот сорт очень понравился на вкус. Так что будем дальше продолжать бороться. Учиться. Вот. Ну, и я вам буду, естественно, рассказывать про свои неудачи. Про то, что у меня получилось, что у меня не получилось. В данный момент у меня хорошо растет эта... Велес. Никаких претензий к нему нету. За исключением он тоже начинает в такие вот точечки появляться. Но они там слабо. Лучистый хорошо пошел в этом году хорошо расти. Есть другие сорта, у которых тоже есть сигналочки. Тоже есть. Ну, а на следующий год, я думаю, уже должен быть, ну, полноценный урожай. Единственное, что меня, скажем так, расстраивает, это все три сорта юбилейного черкасска. То есть тройка вот эта вот. Юбилейного черкасска. Преображение. И у меня где-то еще Виктор есть, но он еще не плодоносил. Вот. Они мне жару дают. Вот. Там они на моем участке подвержены, ну, всем болезням, каким только можно. Но, тем не менее, все равно буду пробовать их выращивать. Пробовать восстанавливать кусты. Потому что ягода у них действительно вкусная и хорошая. Просто нужно научиться не допускать вот такие болезни, которые я допустила в этом году. Ну, а пока всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok